Съемочная группа телеканала ТБН Для меня этот человек значит огромную, непреодолимую силу, силу воли. Ведь мы знаем историю Ника, я знаю эту историю, ну, во-первых, потому что он христианин, я знаю его историю. И кто помог ему, кто дал силы ему жить дальше, ведь он в 9 лет хотел уйти из этой жизни. И что дал ему дальше силы жить, кто дал ему силы. И на самом деле я пришла сюда как попечитель благотворительного фонда «Мелодия добра. Поверь в мечту» с вопросом, что и кто для него является Христос. Он человек, который вдохновляет и человек, который является примером для меня лично и не только для меня, а для всех людей. И знаете, этот человек, вот сегодня он здесь, у нас, и это очень такой исторический момент лично для меня и для страны. Потому что такие люди, они неповторимые. Он является гениальным человеком, и то, что он делает, это большой пример. И каждый из нас понимает, что вот если у него получилось, то и у нас получится. И я hope that my presence here in Russia not just encourages people with disabilities, but all people who have disabilities of the heart. И моя главная цель – это не просто помочь ободрить людей, которые имеют те или иные физические проблемы, но в первую очередь – это исцелить инвалидность сердец. Надежда делает, возможно, любые вещи. Моя вера в Бога, моя молитва в Бога, моя семья, моя семья. Я знаю, что я имею взлеты и падения, но я так же знаю, что это часть. И я не был бы сегодня тем, кем я есть, если бы я не прошел через то, что мне пришлось пройти вчера. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам за то, что вы вдохновляете. Спасибо вам за вас. Сейчас у Ника миллионы поклонников по всей земле. Он пишет книги и снимается в кино. Кроме того, не имея рук и ног, Ник научился печатать на компьютере, кататься на серфе и играть в гольф. За свою ораторскую карьеру Вычич побывал с лекциями в 54 странах и встретился с 13 президентами. Он один из самых успешных мотивационных спикеров на планете. Но главное достижение для него – это, конечно, его семья. Сегодня он счастливый муж и отец. Россия – уже 55-я страна, которую посещает Ник Вуйчич. Здесь его ждали тысячи восторженных поклонников. Но помимо теплых чувств после встречи, он оставил русским людям еще одно письменное послание – книгу «Любовь без границ» о своем пути к самому главному – потрясающе счастливой любви.